Сегодня вы сделали это как минимум один раз. Ваш лучший друг, возможно, сделал это дважды, а ваш сосед — ни разу. Что это? Молитва. Почему мы молимся? Ответ может вас удивить. Так что оставайтесь с нами. Добро пожаловать на «Мировое влияние». Я Билли Уилсон. Сегодня мы находимся в университете Орла Робертса, и это новая штаб-квартира мирового влияния. Позади меня — молитвенная башня. Это знаковое сооружение нашего университета. Орл Робертс построил ее в 1967 году, когда это было еще не так модно. Но сегодня люди по всему миру понимают важность молитвы. Недавно я был в Индонезии, и там по всей стране одна тысяча молитвенных башен, где люди могут молиться круглосуточно. Христиане понимают, когда мы ценим молитву, то получаем доступ к небесным ресурсам, а также ко всем Божьим благословениям. Сегодня мы поговорим о приоритетах в молитве. Если во время этой программы вы поймете, что вам нужна молитва, то напишите мне. Позвоните или зайдите на наш веб-сайт. Адрес указан на экране. Вся информация сейчас находится на ваших экранах, поэтому оставайтесь с нами. Скоро мы перейдем к изучению Слова Божьего. И я надеюсь, что это учение благословит вас. Мы поговорим о том, что такое молитва, для чего она нужна, зачем нам молиться, а также как сделать молитву приоритетом нашей жизни. Это крайне важно. Но вполне возможно. Это одно из наших главных действий. Ежедневно каждый час миллиарды людей по всему миру делают паузу, чтобы помолиться. Многие люди молятся, но они молятся разным богам. Одни истинному богу, другие пустым идолом. Илья однажды бросил вызов пророкам Ваала. Говорят, что только истинный бог может послать огонь с неба. Пророки весь день взывали к своему богу, чтобы он послал огонь на жертву, но ничего не произошло. А когда Илья просто воззвал к истинному богу, огонь мгновенно сошел на жертвенника. Поэтому самая важная часть молитвы это то, кому именно мы молимся. Я нахожусь в молитвенной башне нашего университета. Вокруг меня вы видите просьбы студентов со всего мира. Также они помещают свои просьбы в крест, а потом молятся за них. Недавние исследования показали, что четверо из пяти американцев молятся хотя бы раз в неделю. 68% молятся более одного раза в день, и зачастую это молитва за семью. Хочу поделиться с вами высказываниями о молитве. Мартин Лютер сказал, молитва — это мощная вещь, потому что Бог связал себя ею. Никто не может поверить, как она могущественна, и что она может, кроме тех, кто испытал это на личном опыте. Мать Тереза сказала, молитва увеличивает сердце, и тогда оно может принять Бога как дар. А Леонард Райвенхилл сказал так. Самодостаточный не молится, самодовольный не будет молиться, самоправедный не может молиться. Никто не больше своей молитвенной жизни. Что же такое молитва, и почему она так важна в нашей жизни? Прежде всего, я хотел бы поговорить о том, кем является для нас молитва. Молитва — это разговор. Климент Александрийский сказал, молитва — это разговор с Богом. А Билли Грэмм говорил, что молитва — это просто двусторонний разговор между вами и Богом. В молитве мы ведем разговор с Творцом Вселенной, с Богом, который создал все и знает все, даже самые интимные детали нашей жизни. Он говорит, я хочу говорить с тобой. Также Бог обещает, что будет нас слушать и просит слушать Его, когда Он говорит. Итак, молитва — это разговор, инструмент общения с нашим Богом. Пожалуйста, поймите, что вам не нужно быть религиозным, чтобы молиться. Иногда, когда мы слишком религиозны в молитве, это закрывает наше общение с Богом. Бог желает, чтобы мы были настоящими и общались с Ним. Ведь Иисус сказал нам в Евангелии от Матфея, «Когда молишься, не уподобляйся лицемерам, которые любят стоять в синагогах и на углах улиц и молиться на показ перед людьми. Истинно говорю, им уже дана награда полная. Ты же, когда молишься, скройся в задней комнате и, закрыв плотно дверь, молись Отцу Своему Тайнному, и Отец Твой, видящий тайное, вознаградит тебя. И когда молишься, не болтай попусту, как язычники, которые считают, что будут услышаны благодаря Своему многословию. Бог говорит, чтобы мы не думали, что привлекаем Его внимание громкостью нашей молитвы. Молитва — это прежде всего разговор. Во-вторых, молитва — это связь. Это наша точка соединения с небесами. Молитва помогает нам связать ограниченное с безграничным. Этот временный мир с вечным миром живого Бога. Это наша связь. Доступ к Богу сейчас открыт. Было время в Ветхом Завете и под законом, когда доступ человека к Богу был ограничен. Завеса толщиной в 12 сантиметров отделяла святое святых от святого. Это говорило о том, что доступ к Богу был ограниченным. Но когда Иисус умер на кресте и стал нашим первосвященником, Божья рука разорвала эту завесу сверху донизу, и Бог заявил всему миру, «Теперь доступ ко мне не ограничен через Иисуса Христа». Мы с вами имеем неограниченный доступ к живому Богу, и это восхитительно. Роберт Мюррей, Мак Чейн сказал так, «Если бы я услышал, как Христос молится за меня в соседней комнате, то не боялся бы миллиона врагов». Однако расстояние не имеет значения. Он молится за меня. Иисус входит в святое святых и приносит туда нас и наши нужды. Молитва — это не только разговор и связь, это также повеление. Иисус велел нам молиться. Евангелие от Луки, 18 глава, 1 стих, «И рассказал Иисус ученикам притчу о том, что следует всегда молиться и не терять надежды». А в первом послании Фессалоникицам, 5 главе, 17 стихе, сказано, «Молитесь, не пристан». Почему же Бог велит нам молиться? Ему просто этого хочется? Две трети всего человечества молятся каждый день или каждую неделю. Вы представляете, сколько молитв слышит Бог? При этом Он различает наши голоса и видит намерения наших сердец. Почему же Бог говорит, что мы должны молиться, и молиться непрестанно? Я считаю, что это для нашего же блага. Бог знает, что благодаря молитве наша жизнь меняется. Когда мы ведем разговор с Богом, когда мы устанавливаем с Ним связь, внутри нас что-то происходит. Поэтому Бог велит нам молиться не ради себя, а ради нашего блага. Он дает нам возможность общаться с Ним, чтобы мы становились лучше и более похожими на Него. Молитва также является местом утешения. В молитве я нахожу утешение и подкрепление, будь то болезнь или трагедия. Я знаю, что могу прийти к Богу, принести Ему все мои бремена и просьбы, мои нужды и мои трудности. Размышляя над молитвой, думаю, мы понимаем, что Слово Божие говорит, что молитва должна быть приоритетом нашей жизни. Правда в том, что многие люди молятся, и это действительно так. Две трети населения молятся почти каждый день, но действительно ли молитва важна для нас? Входит ли она в список наших важных ежедневных дел? Вы должны помнить, что Бог приглашает нас к общению с Ним и к связи с Ним, чтобы мы могли найти утешение, которое так необходимо нам в жизни. Ведь вне зависимости от того, что вы имеете, вы нуждаетесь в Творце. Он сотворил вас для того, чтобы вы могли находить единение с Ним. Оставайтесь с нами. Я нахожусь сейчас в молитвенной башне университета Орелла Робертса, где меня окружают молитвенные просьбы наших студентов. Оставайтесь с нами. Я скоро вернусь, и мы продолжим говорить о важности молитвы в нашей жизни. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сегодня мы говорим о приоритете в молитве. Я вижу, что молодое поколение жаждет искать Бога. Здесь, в университете Орелла Робертса, мы уделяем особое внимание молитве. Кларенс Бойт возглавляет молитвенное служение, и сейчас он расскажет нам о том, как наши студенты делают молитву своим приоритетом. Мне кажется, что молодые люди ищут нескольких вещей, силы и истины. И то, и другое можно найти в молитве. С одной стороны, молитва — это близкие отношения с Богом и знакомство с Ним. Вы лучше узнаете Бога и становитесь таким, как Он. Это важно, но также они ищут силы. Будет ли это работать в моей жизни? Для наших студентов молитва — это образ жизни. Если вы действительно хотите расти духовно, если вы хотите, чтобы ваши мечты и цели становились реальностью, тогда вы должны молиться. Молитва должна стать для вас важнее всех остальных обязанностей. Если вы поймете ее ценность, то это поможет вам в том, чтобы все ваши мечты стали реальностью. Вы не можете стать тем, кем должны без молитвы. Думаю, если говорить о дисциплине, то для молодых людей очень важно постоянство. Там, где есть постоянство, там есть и победа. Помните, ученики просили Иисуса, «Научи нас молиться». Они хотели молиться так, как Он. Но давайте зададимся вопросом. А почему? Потому что хотели быть такими, как Он. Но, что более важно, они хотели, чтобы Бог использовал их так же, как и Его. Именно это я и хотел бы сказать молодым людям. Если вы хотите, чтобы Бог использовал вас, то сила Божья — это плод близких отношений с Богом через молитву. Но что же побуждает нас полагаться в молитве на Дух Святой? Несмотря на всю нашу самодостаточность, жизненные испытания часто ставят нас на колени перед Богом. Кто-то считает, что первая записанная в Библии молитва — это разговор Бога с Адамом и Евой, когда они прятались из-за своего греха. Другие считают, что это спор Авраама с Богом о том, сколько праведников нужно для того, чтобы Бог пощадил Садом. Оба эти разговора с Богом были вызваны отчаянием. Иофф возвал к Богу в отчаяние, и даже Иисус возвал к Отцу в Гефсиманском саду. Но разве отчаяние — это единственная причина, заставляющая нас взывать к Богу? Философ Паскаль видел все значительно шире. Он написал так. «В сердце каждого человека есть пустота в форме Бога. Ее не может заполнить никакое творение, кроме самого Бога, Творца, который познается через Иисуса Христа. Эту пустоту можно заполнить простой молитвой. Поэтому для многих молитва — это приоритет». Сегодня мы говорим о важности молитвы и о том, что молитва должна стать приоритетом в нашей жизни. Давайте продолжим наше учение. Мы поговорили о том, что молитва — это разговор, связь, повеление и утешение, но также молитва — это место конфликта. Молитва — это одно из оружий в духовной войне против сил тьмы. В Ефейсеном 6 главе Павел говорит о всеоружии Божьем для верующего. На голове у нас шлем спасения, на груди — броня праведности, на бедрах — повязка истины, а на ногах — готовность проповедовать мир. Все это арсенал, который верующие имеют для сражения силами тьмы. А в 18 стихе он говорит, «В каждой молитве просите, что нужно вам. Молитесь при всяком случае Духом Святым. А посему всегда будьте наготове и молитесь настоятельно за всех людей Божиих». В молитве мы можем выступить против врага с ресурсами от Бога, который может его победить. За многие годы я понял, что когда я под давлением, когда я сталкиваюсь с искушением, то победу я могу одержать только в молитве. Когда я общаюсь с Богом, то соединяюсь с силой, которая изгнала Люцифера навсегда. И теперь я могу противостоять тьме и быть сильным во Христе Иисусе. Поэтому не удивляйтесь, что часто молитва становится местом конфликта, потому что в ней вы сражаетесь с тьмой. Если вы победите в молитве, то победите в жизни. В своей жизни я заметил, если я могу выиграть битву в молитвенной комнате, то я увижу Божью победу и в этом материальном мире. Итак, молитва — это разговор, связь, повеление, утешение, конфликт, а также место капитуляции. Это очень серьезное слово. Под ним я подразумеваю, что в молитве мы подчиняем свою волю живому Богу. Иисус учил своих учеников молиться, и в одной части молитвы, Отче наш, Он сказал так. «Да наступит Царство Твое, да исполнится воля Твоя на земле, как на небе». Когда мы молимся о Божьей воле на земле, как на небе, то часто это значит, что воля Божия будет исполняться в наших жизнях. Мы видим, что Иисус тоже считал молитву своим приоритетом. Когда Иисус был в Гефсиманском саду, и когда тьма сгущалась над Ним, молитва была очень важна для Него. В Евангелии от Матфея говорится, что, отойдя от них подальше, Он пал ниц и стал молиться. Он говорил такие слова. «Отец мой, если это возможно, пусть минует меня чаша сия, но пусть сбудется не то, что хочу я, а то, чего ты желаешь». Даже Сын Божий понимал, что молитва — это место подчинения. В молитве я покоряю свою плоть воли Божией. Я говорю Отцу, я не хочу этого делать. Я не хочу делать то, о чем ты меня просишь, но, тем не менее, я сделаю так, как ты желаешь, и ты даешь мне благодать для этого. Молитва — это работа Божьей благодати. Желание молиться — это работа Божьей благодати в наших сердцах. В послании к филиппицам сказано, что Бог производит в нас желание и действие. Иными словами, желание молиться приходит от Бога, а когда мы молимся, то получаем еще больше благодати от Бога. Иисус молился в Гефсиманском саду об исполнении воли Божьей, и в тот момент Он получил благодать, которая помогла Ему пережить распятие. То есть молитва — это место капитуляции. И последнее. Молитва жизненно важна. Молитва должна занять первое место в жизни каждого верующего. Писание учит нас тому, что молитва — это основополагающая вещь. В деяниях апостолов вы найдете группу людей, которые следовали за Иисусом всем сердцем и постоянно молились. Молитва упоминается в деяниях в каждой главе. В своей жизни я использую формулу, которую я увидел в деяниях, а именно восхищение, исповедание, благодарение и прошение. Это помогает мне не терять из виду цель моей молитвы. Они молились за все, за бизнес, за служение, за больных, за деньги, за свою жизнь, за будущее и за прощение. Эти первые последователи Иисуса, первые христиане, были людьми молитвы. Они были людьми молитвы, которые ценили связь с Богом. Сегодня в мире Царство Божие больше всего расширяется там, где люди молятся. Наши братья и сестры в Корее и в Индонезии сделали молитву приоритетом своей жизни, и из-за этого Царство Божие расширяется у них невиданными темпами. Рост Царства Божьего на земле — это прямой результат приоритетности молитвы. Но как же сделать молитву приоритетом вашей жизни? Хочу дать вам два-три очень практичных совета. Во-первых, вам нужно изучить молитву. Возьмите симфонию или библейский словарь и найдите слово «молитва». Начните изучать стихи о молитве, и вы увидите, что Слово Божие полно примеров и инструкций о молитве. Во-вторых, планируйте молитву. На вечном опыте я заметил, если я вношу молитву в свое расписание, то это помогает мне не отвлекаться. Очень часто я рассказывал о своих планах другому человеку, чтобы быть подотчетным. У меня есть молитвенный партнер и молитвенная группа. Это помогает мне расставлять приоритеты, когда мне не хочется молиться или делать что-то для Бога. Мне приходится держать слово, и когда я начинаю молиться, то получаю благодать для молитвы и благодать на весь день. Итак, планируйте молитву, а еще раз деляйте свою молитвенную жизнь с другими людьми. Молитесь с другими людьми, рассказывайте им о своих просьбах и молитесь за других. Я изучал мировые тенденции молитвы и узнал, что большинство молится за свои семьи. Но я хочу, чтобы вы молились не только за свою семью, хотя это очень важно. Когда вы начнете молиться за других, то поймете, что Богу это угождает и очень нравится. Одинокие, обиженные, страждущие, те, кому повезло в жизни не так, как вам, Бог желает, чтобы вы заботились о них и внесли их в свою молитвенную жизнь. И последнее, говорите о молитве. Как верующие во Христа, мы склонны делать то, о чем мы говорим. Если вы будете говорить о молитве, то Бог даст вам благодать, чтобы молиться. И в завершение я хотел бы рассказать об одном человеке из Ветхого Завета. Он был царем. Его звали Озия. Он начал править Израилем, когда ему было 16 лет, а его правление длилось 52 года. Слово Божие говорит о нем удивительные вещи. Озия следовал Богу при жизни Захарии. Это вторая книга про Липоменон, 26 глава. Захария учил Озию, как уважать и подчиняться Богу, и когда Озия подчинялся Господу, Бог даровал ему успех. Но со временем Озия перестал считать молитву важной, и это привело к трагедии. Он лишился престола и умер. И в 6 главе книги Исаии говорится так. «Когда царь Озия умер, я увидел, что Бог все еще на престоле. Он все держит под контролем и царствует в силе». Озия не понял, что если мы делаем молитву своим приоритетом, то Бог будет благословлять нас, и мы будем иметь успех. Начиная с этого дня, сделайте молитву своим приоритетом. Меня зовут Мария Сторл. Я из Норвегии. Мне нравится идея о духе, душе и теле. Я воплощаю ее в жизнь. Я занимаюсь спортом. Мне очень нравится футбол. Я подружилась здесь со многими людьми. У нас прекрасные тренеры. Теперь они все как одна семья. Когда мы все собираемся в часовне, то это особое время. Вне зависимости от того, первокурсник ты или выпускник, здесь мы все вместе. Я знаю, что потом я вернусь домой. Но воспоминания об этом месте останутся на всю жизнь. Я вижу, как люди здесь строят планы на жизнь. Чем они будут заниматься в будущем. И это открывает глаза и мне. Я начинаю задумываться о своей жизни. То, что здесь не строят мелких планов, заставило меня задуматься над тем, что именно я считаю планом для своей жизни. Я выбрала ОРЮ по ряду причин. Онлайн-программа в ОРЮ является настолько гибкой, что она никак не влияет на повседневную жизнь человека. Если вы работаете днем, то вы можете учиться и выполнять задания в 10 вечера. Вся учебная программа находится в вашем переносном компьютере. Для нас это было очень важно, так как моя семья любит путешествовать. Я училась и сдала экзамен онлайн-программы, находясь за границей. Мои преподаватели были очень отзывчивыми. Они всегда были готовы мне помочь. И они хотели, чтобы я добилась успеха. ОРЮ – это христианский университет. И кроме получения образования, он помог мне развивать мою духовную жизнь. Это удивительно. Это прекрасная программа, действительно. Очень мне помогла. Используйте свое время с умом и начните выполнять свое жизненное предназначение. Заходите на наш сайт. Сегодня в «Мировом влиянии» мы говорим о важности молитвы в нашей жизни. Молитва – это, наверное, одно из самых важных занятий. Сегодня мы побывали в молитвенной башне на территории Университета Орла Робертса. Меня окружают молитвенные просьбы студентов со всего мира. Возможно, во время просмотра этой программы вы подумали, что вам нужна молитва, и вам нужно научиться молиться. Если это так, то напишите или позвоните мне. Контактная информация сейчас на вашем экране. Расскажите нам о своей молитвенной просьбе и о том, что происходит в вашей жизни. А я обещаю вам, мы помолимся за вас. Ваша молитвенная просьба попадет в эту комнату, и наши студенты будут молиться за вас и за вашу жизнь. Если вам нужна молитва, то свяжитесь с нами. Я верю, что Творец неба и земли, Творец наших тел и наших жизней, Который знает все о нас. Слово говорит, что Он знает все волосы на нашей голове. Все наши слова и все мысли в нашей голове. Именно этот Бог говорит, «Я хочу говорить с тобой». Поэтому сделайте молитву своим приоритетом сегодня. Решите, что будете уделять ей время, пока не научитесь молиться. Ну и последнее, что я хотел бы сказать сегодня. Делайте это. Вы должны не только думать, петь или говорить о молитве. Вы должны молиться. Результат вашей жизни, ваш духовный успех, зависит от вашего регулярного общения с Богом. Спасибо, что смотрели нас сегодня. Мы были в Университете Орла Робертса. Прямо отсюда мы рассказываем всему миру об Иисусе Христе. И мы хотим донести до вас важность молитвы. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Улсоном. Узнайте, как получить степень в 65 различных отраслях онлайн или стационарно на сайте, указанном на экране. Наш университет гордится тем, что может поддерживать движение Исполнения Силой Духа по всему миру с помощью служения Исполненной Силой 21. Чтобы поддержать это служение, вы можете заказать книги и другие ресурсы на нашем сайте, и также вы можете оставить на нашем сайте свою молитвенную нужду. Наши молитвенные партнеры всегда готовы взять вашу молитвенную нужду и молиться о вас с постоянством.